В рамках нашей стратегической сессии я хотел представить вашему вниманию доклад, который был подготовлен изначально для рождественских образовательных чтений, которые прошли у нас в январе месяце. Тема чтений звучала так «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Этот доклад был подготовлен очень таким неравнодушным человеком, который меня Господь свел в стенах Донского монастыря, когда в течение нескольких месяцев мне довелось быть наместником этой обители. Георгий Георгиевич Балацмарашвили. Вот видите, настоящая русская фамилия. Напомню, что моя фамилия тоже чисто русская, Кульберг. Но надеюсь, что все-таки русский народ и русская культура вместительны, и она позволяет брать от многих народов лучшее и умножать это лучшее в своих недрах. Итак, не так давно можно запустить презентацию. Наша сессия «Образовательная политика государства как фактор самоопределения личности». Так мы назвали наш форум. И доклад, посвященный глобальным вызовам. Следующий слайд. Современности. Вот как. Чтобы уже не читать. Не так давно было проведено одно из самых масштабных ежегодных общецерковных мероприятий. Рождественские чтения 2023 года. Они были посвящены исследованию глобальных вызовов современности и духовного выбора человека. Это достаточно широкая тема, рассмотрение которой, на мой взгляд, должно происходить сегодня на всех информационных площадках. Ей будет посвящен этот доклад. Данную проблему можно рассматривать с разных сторон, в самых разных контекстах, предметно выделяя интересующий объект. Поэтому мне хотелось бы обозначить дискурсы, которые выбрали нас сами. Интуитивно тема обсуждения выглядит крайне актуальной ввиду всех произошедших за последние три года событий. В истории было много случаев, когда какие-то эсхатологические, эсхатологические – это так обращенные к концу света, настроения уже овладевали обществом массово. Господь наш Иисус Христос предупреждал от излишних гаданий сроков конца истории, «О дне или о часе конца света никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Однако вместе с тем он благословил различать знамени времен и подсказал, как это делать. От смоковницы возьмите себе подобие. «Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко есть преддверих». Можем ли мы, по слову Христа, выделить какие-то особенности, которые кардинально отличают наше время от периодов потрясений в прошлом? К сожалению, да. Например, прежде никогда у человечества не было технической возможности для уничтожения нашего мира. Речь идет, конечно, об использовании ядерных технологий в разрушительных целях. Никогда прежде в распоряжении человека не было таких биотехнологий, которые радикально нарушают, я не побоюсь этих слов, естественный эволюционный процесс. И, конечно, никогда прежде человечество не подчиняло себе электромагнетизму и не ставило себе на службы электричество и радиоволны. Здесь я сделаю небольшую паузу. Третьей проблеме – электромагнетизму и радиоволнам будет посвящен доклад. Почему я дерзнул эту тему довести до вас? Там много посвящено развитию компьютерной техники и искусственного интеллекта. Но так мне довелось в свое время, обучаясь в стенах Московского авиационного института, проходить обучение на кафедре, которая занималась очень узко, занималась как раз проблемами, вопросами именно искусственного интеллекта. И тогда запомнили слова ведущего профессора кафедры, профессор Ильин. Он говорил такие слова, ребята, вот искусственный интеллект – это интересная штука. Будет развиваться, это было 30 лет назад, будут активно развиваться вычислительные мощности, компьютеры, программы, будут совершенствоваться технологии. На то время уже мы прекрасно играли с компьютером в шахматы. Но запомните, вот вы поймете, почему я это говорю, запомните раз и навсегда, что искусственного интеллекта не было, нет и никогда не будет. Есть иллюзия. И вот об этой иллюзии я попытаюсь вам сейчас и перспективах, что важно, ее развития. Представьте себе, все-таки мы начнем еще с каменного века, из электричества и магнетизма, но это лучше поможет понять смыслы сегодняшних вызовов. Представьте себе нашу жизнь без всех электроприборов, которые нас окружают, как бытовых, так и промышленных. Это нелегко сделать современному человеку, хотя даже в суровых климатических условиях наши предки жили без них всю свою жизнь, исключая только последние 100-130 лет. Начальная точка данного диапазона – запуск в 1890 году электролокомотивов на линии лондонского метрополитена «Сити энд Саус Лондон». Возможно, это была первая массово используемая электротехника. Ну и, конечно, таким значимым шагом было принятие плана Гойл-Ро в РСФСР. Выдающиеся памятники архитектуры и центры духовной жизни России, такие как, например, Успенский собор Кремля, храмы Василия Блаженного на Красной площади и Покрова на Нерли, очевидно, они были построены без сварочных аппаратов, перфораторов и тем более без тяжелой строительной техники, что, к слову, не сказалось на качестве этих сооружений. Тем не менее, их возведение потребовало значительных человеческих усилий, которых одних было бы недостаточно для обеспечения современного масштаба строительства. С помощью электроприборов произведены практически все окружающие нас в хозяйственные бытовые предметы, что было бы невозможно сделать в таком количестве чисто ручным трудом. Доступ к безграничной, в сравнении с внутренними человеческими ресурсами энергии, кажется, освободил нас от многих бремен. Если мысль о том, что нам эти бремена когда-нибудь снова придется взять на себя, кажется сегодня невозможно страшной. Ну, представьте себе, стиральная машинка, электрочайник, плита, ушли из нашей жизни. И вот эта невозможность свидетельствует о том, что человечество подверглось каким-то качественным изменениям. Само по себе это не обязательно плохо. Однако, одним из побочных явлений этого события стало то, что отчетливо осозналось не так давно. Открытие электромагнитной индукции в 1831 году, явление, которое обеспечило возможность массовой эксплуатации электричества, сделало неизбежным создание электронных вычислительных машин стремительно и без спроса ворвавшихся в нашу жизнь в последние 30 лет, изменивших ее до неузнаваемости. В своей фундаментальной основе центральный процессор компьютера, сердце электронной вычислительной машины, делают всего одну элементарную вещь. Он просто пересчитывает электрические сигналы. Как только мы получили доступ к колоссальной энергии в виде промышленного электричества и подпитываемых им электроприборов, облегчивших труды наших мышц, следующим шагом не могло не стать использование этой безграничной силы для облегчения трудов нашего мозга. То есть не только надо облегчить перфораторами и подъемными кранами труды мышц, но стала задача облегчить труды мозга. Человек умеет считать гораздо лучше центрального процессора, но лучше лишь качественно, но не количественно. Скорость электрического импульса позволяет технике производить несравнимо больше счетных действий в единицу времени, чем это доступно человеку. И не важно, что это лишь простейшие арифметические операции. Важно, что любую сложную задачу можно разбить на множество этих простейших. А с ними уже компьютер справится с околосветной быстротой. Электромагнитные волны, в свою очередь, как вечный спутник электричества, его альтер-эго, обеспечили возможность передачи информации на расстояние, что существенно расширило возможности применения ЭВМ. Впрочем, и компьютер сам по себе, может, был бы неплох, наряду с промышленными электроприборами, но его появление также не является финишной чертой эволюционного процесса, финишной чертой эксплуатации электромагнетизма. Массовое использование компьютеров в качестве вычислительных и коммуникационных систем не могло не натолкнуть на идею объединения их между собой в единую сеть. И в 1966 году разработки подобной технологии начались в США под руководством Джозефа Ликлайдера. К его личности мы вернемся еще позже. К 1969 году первая массовая компьютерная сеть была уже создана. Она получила название ARPANET. ARPANET имела ряд недостатков, но дала возможность выявить основные технологические проблемы в данной области. Вот видите, там две карты США, вверху то, что из себя представляла эта сеть в 1969 году, соединяя четыре точки на западе США, а на нижней картинке уже 1982 год. создание этой сети позволило выявить ряд проблем и недостатков, и устранение этих недостатков позволило создать то, что изменило до неузнаваемости нашу жизнь уже второй раз. 1 января 1983 года родился современный интернет. Почти три месяца назад ему исполнилось 40 лет, и он вошел в период своей второй четыридесятницы. Сегодня мы больше не заходим в интернет. Мы из него просто не выходим. Сделав наши персональные компьютеры и смартфоны, на самом деле это одно и то же, любой смартфон это персональный компьютер, сделав их носителями полной информации о нас и поместив их во всемирную вычислительную сеть, мы построили виртуальную реальность. Она развивается параллельно пространству временной. И описательное наречие параллельно в данном утверждении с каждым днем все больше требует замены на слово «вместо». Виртуальная реальность все больше заступает уже на место, вместо реальности нашей жизни. Правда, загнать человека в виртуальную реальность не так легко, так как наши тела, они туда полностью, мягко говоря, не влезут. Но что, если сделать это только с мозгом, а точнее с процессами, которые в нем происходят? Ведь природа мозговой деятельности тоже связана с электричеством. За 9 лет до создания Альфанет, Джозеф Лаклайдер написал свою культовую статью, которая в переводе на русский звучит так – «Симбиоз человека и компьютера», в которой высказывалась идея усовершенствования людей посредством инкорпорации мозга и вычислительной машины. Такой киборг-человек назван механически усовершенствованным или дословно дополненным. При этом параллельно с данным симбиозом, по мнению автора, самостоятельное бытие мог бы получить и искусственный интеллект. Впервые было введено это понятие Джозефом Лаклайдером. И вот она – последняя остановка на пути развития эксплуатации электромагнетизма. Пионеры электричества в 18-19 веках вряд ли могли себе представить, к чему приведут в конечном счете опыты с лягушачьими лапками и проволочными катушками. Но их открытия стали корнем всех апокалиптических рисков нашего времени, которых ранее не знало человечество. Ведь в широком смысле и ядерная угроза, и биоинжиниринг не были бы возможны без подчинения человечеству себе электромагнетизма. К последней остановке мы все же еще только движемся. И после долгой прелюдии, посвященной эволюционному пути глобальных вызовов сегодняшнего дня, хотелось бы поразмыслить о дне завтрашнем. И остановимся подробнее на проблемах, острота которых еще не явлена нам в полной мере. Мало что ясно с искусственным интеллектом, и даже меньше со всемирной вычислительной сетью. Скажу сразу о переводах и эвфемизмах. Термин, впервые появившийся в англоязычной среде в 1956 году, «artificial» или «intelligence», несколько неверно переводится на русский язык как «интеллект». «Интеллидженс» — это скорее способность мыслить. И по большому счету тут больше подходит слово «сознание». Может быть, почти 70 лет назад, в эпоху, когда не было еще даже электронных калькуляторов, оно могло звучать неправдоподобно. Но сегодня с высоты технического прогресса мы вынуждены осознавать этот устойчивый терминологический смысл. Поэтому пару слов о современном определении понятия «искусственный интеллект». Определения искусственного интеллекта его нет. Вот как когда-то сказал профессор Ильин о том, что искусственного интеллекта нет. Вот и точного определения искусственного интеллекта сегодня тоже нет. И никто вам его не даст. Назовут его отдельные функции, предназначения, технические исполнения. Но полная картина будет ясна только с наступлением технологического предела. А те, кто строит Вавилонскую башню, всегда считают, что его нет. Сходство с Вавилонской башней и искусственным интеллектом, оно действительно напрашивается. Строители первой Вавилонской башни ставили перед собой цель отвоевать пространство у Бога, повторить сотворение мира, пусть весьма в уменьшенном и примитивном формате, но создать свой мир, свою башню, чтобы она была свободной от Бога. Вот пространство виртуальной реальности выглядит как попытка номер два, но только технически значительно более совершенное и глобальное. Приведу немного цифр. Когда Джон Ликлайдер опубликовал упомянутую выше статью, производительность самого мощного компьютера на Земле, это был такой компьютер IBM 7030 Stretch, и производительность этого компьютера была всего-навсего. Вот сейчас прозвучит новое слово. Я спрашивал у нескольких участников нашей встречи, знают ли они такое слово «флопс». Флопс – что-то цветочек такой. Но на самом деле флопс – это определение из информатики, термин из информатики, который определяет производительность компьютера, производительность счетной машины. Буквально флопс – это количество операций с плавающей запятой, производимых за одну секунду. И вот производительность этого компьютера, который у нас изображен на экране, была 4 умноженное на 10 в пятой степени флопсов. Я сейчас не буду как-то переводить, что это, просто можно сказать, ну, 10 в пятой степени. По разным оценкам, минимальный порог производительности самого посредственного человеческого мозга эквивалентен 10 в 16 степени флопсов. То есть в 25 миллиардов раз больше, чем у этого изделия, которое у нас на экране. В этом далеком 46-м году, ну, это было так смешно, но что может сделать эта железка? Во сколько миллиардов раз человек совершения? У компьютеров не было еще привычного нам графического интерфейса, даже не было операционных систем. Процессоры еще не работали ни на кремниевых микотранзисторах, ни на интегральных схемах. Не существовало никакого точного знания о том, что все это когда-нибудь будет изобретено. Тем не менее, главный идеолог и первый исполнитель того, что мы сегодня называем интернетом, еще в 1960 году был уверен в скором революционном изменении бытия человека. Сегодня суперкомпьютеры, как бы оправдывая эти предсказания, уже превосходят в вычислительной мощности человеческий мозг. Пусть они и по-прежнему безнадежно уступают человеческому мозгу в соотношении производительности и потребляемой энергии. Примерно в 35 тысяч раз человек потребляет в 35 тысяч раз меньше энергии для того, чтобы какие-то вычисления производить, чем компьютер. Но какая разница? Если мы помним, что у нас, у людей есть доступ к бесконечной, безграничной по меркам ресурсов человеческого организма энергии. Успехи в технологии искусственных нейронных сетей и машинного обучения в последние 10 лет потрясают. И успехи развития компьютеров и нейронных сетей, они превосходят самые смелые предсказания. Основанная на самообучении система AlphaGo самостоятельно научилась обыгрывать лучших игроков в китайские шашки на доске 19х19, что считалось самой сложной игровой задачей для машины. Это значительно сложнее, чем шахматы. Подтип этой системы AlphaZero обрел превосходство над самыми мощными игровыми шахматными алгоритмами. То есть шахматные алгоритмы, которые когда-то обыграли великих чемпионов, вот обычные шахматные алгоритмы, которые обыграли чемпионов мира в шахматы, вот эти обычные алгоритмы, они проигрывают уже нейронным системам искусственного интеллекта, построенные в системе AlphaZero. Подтип этой системы AlphaZero приобрел превосходство над самыми мощными игровыми шахматными алгоритмами, которые, в свою очередь, уже давно превосходили лучших шахматистов мира на несколько порядков. Разрыв между чемпионом мира Магнусом Карлсоном и лучшим шахматным алгоритмом мира Stockfish 8, разрыв между ними примерно такой же, как между Карлсоном и второразрядником ребенком. То есть, по сути, бесконечность. Еще раз я подчеркну, важное отличие нейронной сети от так называемых движков заключается в том, что движок, обычная компьютерная программа, это замкнутый алгоритм, он не может саморазвиваться. Он может работать только так, как его изначально запрограммировали. А нейронная сеть обучается самостоятельно и никогда не повторит ошибку, которую допустила хотя бы один раз. Качественно это совершенно иной механизм, чем обычная компьютерная программа. И он уже очень похож на наш мозг. Единственное, чего не хватает нейронным сетям, это технологии мотивации, а по-другому личные воли. Мы можем заставить машину обучаться в заданном нами направлении, но машина еще не умеет осознавать собственную потребность в этом действии без нашей подсказки. И, пожалуй, на данный момент это единственное существенное отличие человеческого мозга от машинного интеллекта. Есть даже версия, правда неподтвержденная, что вся истерия с криптовалютой биткоин, основанной на технологии блокчейн, она была лишь отработкой системы мотивации искусственного интеллекта. Что-то вроде внедрения в него нейромедиаторной системы, которая побуждает наш мозг к действиям, вознаграждая за это энергией и приятными ощущениями. Термин вознаграждение очень хорошо знаком всем майнерам, добытчикам биткоинов и других криптовалют. И менее известный факт, что он, этот термин вознаграждение, он является одним из основных в алгоритмике нейронных сетей. Если данная версия действительно верна, то остается лишь снять шляпу перед теми, кто все это придумал, так как эти люди получили в распоряжение колоссальные вычислительные мощности из всех уголков планеты. Вы знаете, как у нас в гаражах, там люди ставят эти майнинговые фермы, подключают их втихаря к электричеству, чтобы никто не знал, зарабатывают криптовалюту. А по сути, люди предоставляют вычислительные мощности за счет своего электричества для глобальной нейронной сети. Если эта версия действительно верна, то остается лишь снять шляпу перед теми, кто все это придумал, так как эти люди получили в распоряжение колоссальные вычислительные мощности из всех уголков планеты, которые им любезно предоставили незадачливые майнеры, дополнительные оплатившие из своего кармана 2% всего мирового электричества. Тем не менее, проблема искусственной нейромедиаторной системы еще не решена. И если это удастся сделать, то коннотация сознания, содержащаяся в термине искусственный интеллег, также станет эвфемизмом. Ибо справедливым будет обобщение жизни, искусственная жизнь. Я сейчас на мгновение прервусь и все-таки поясню, почему в контексте тем Всемирного Русского Народного Собора вот сегодня поднимается эта тема. Мы говорим о том, что цифровизация образования, нас беспокоит то, что дети сидят дома, они портят зрение, они не видят живого учителя, что вот проблема основная. Очень важно показать, что вот то, о чем чаще всего говорят в контексте цифрового образования, это часть огромного процесса. Нам важно это понимать, что это не просто технологию убыстрить счет обучения или монетизировать процесс школьного обучения. Это глобальный процесс поглощения человеческого сознания, человечества вот этим виртуальным миром. Необходимо сказать вот еще о чем. Мы привыкли, что слово «эволюция» применяется по отношению к живым организмам. Но в последние десятилетия, я подчеркну, сейчас мы это увидим, намного чаще звучит эволюция, намного чаще звучит в контексте процесса развития вычислительной техники. Действительно, какие-то удачные решения совершенствуются, переходят в следующее поколение. Кстати, тоже еще один термин – поколение машин. Есть поколение людей, поколение машин. И они развиваются под влиянием производственной и экономической среды, приспосабливаясь к ним. И даже попутно проносят через связь поколений свои конструктивные пороки. Ну, как и в поколениях людей тоже пороки передаются. Глаз, ухо, речевой аппарат, тактильная чувствительность, даже обоняние – вполне себе имеют технические аналоги, которые превосходят наши органы чувств. Мозг – это последний барьер перед сомнительной неизвестностью. Большая проблема заключается в том, что если переход в эту неизвестность состоится, то этот переход займет очень короткий период, в мгновение ока. Смотрите на график. Он выглядит, как знакомый всем нам экспоненциальная функция. Это график роста производительности ЭВМ по годам. Вот в начале – это 1941 год, первый компьютер Z3. И в конце графика – это прошедший 2022 год. И, соответственно, приведены имена, названия суперкомпьютеров мировых. Тут видно, если прочитать, мы увидим очень знакомые нам фирмы, названия. IBM, Jaguar, Fujitsu, Teichan, NEC – то, что у нас в нашем хозяйстве применяется. На самом деле, это график роста производительности ЭВМ по годам. На самом деле, примерно такая же картина будет при анализе любого самовозрастания. Когда мы анализируем, например, численность населения Земли, объем производства стали, чего угодно. И вы видите, что временного промежутка между нашей реальностью и состоянием так называемой технологической сингулярности, которая наступит после точки невозврата, когда мы уже ничего не сможем контролировать, его условно нет. Посмотрите, в течение десятилетий очень медленно, вот если мы сейчас увеличили масштаб, мы увидели, что на самом деле динамика была колоссальная. Но в масштабе того скачка, который прошел за прошедшие 10 лет, все развитие компьютерных мощностей, все развитие выглядит практически ничтожным. Скачок вот этот экспоненциальный, он произошел, ну вот, по сути, с 2012 года. И, находясь вот в этой точке высочайшего развития, он имеет тенденцию стремительно возрастать все выше и выше. Мы не заметим, как вырастут мощности, об этом я сейчас расскажу. Максимально кратко. Обычный компьютер оперирует только электрическими импульсами. Если электрический импульс проходит через контакт, мы переносим это на уровень абстракции числа 1, единичка. Если электрического импульса нет, это значит ноль. Две цифры. Отсутствие сигнала – это тоже сигнал. И все это называется словом «бит», который компьютер обрабатывает за одну операцию. Достаточно грубо сказано, потому что бит можно представить не только как цифру, но и как букву. А из двух букв много слов не составишь. Поэтому биты сочетаются в одну минимальную информационную единицу, состоящую из 8 битов, которые называются «байт». Но важно то, что по проводу передается только один сигнал единовременно. Значит, если мы хотим 8 сигналов, значит, на 8 проводов. Поэтому у процессоров так много ножек. На фотографии сейчас это было. И чтобы передать 1 байт, нам нужно 8 проводов. Несложными тематическими вычислениями мы найдем, что количество всех возможных комбинаций 1 байта – 8 байт, то есть 2 в 8 степени – это 256. Именно столько действий нужно произвести на обычном компьютере для того, чтобы полностью перебрать все буквы и цифры, которые у нас есть в наших алфавитах. Но вот если импульс будет неэлектрическим, вот сейчас появляется новое слово, а оно скоро станет ключевым словом, мы будем часто его слышать. Если импульс будет неэлектрическим, а квантовым, это еще на пару уровней глубже, вглубь элементарных частиц, то обнаруживается поразительный эффект. Он основан на таких свойствах, как квантовая суперпозиция и запутанность. Очень грубо, но оправданно упрощенно. Квант может находиться одновременно и в состоянии 1, и в состоянии 0. Бит, в котором он используется, это не электрический сигнал, а он квантовый, называется кубит. Всего 8 кубитов позволяют сделать за одно действие не 8, как обычный компьютер, а 256 операций. Что это означает? То, что всего лишь 300-400 кубитов могут запрограммировать вообще всю информацию, которая содержится в видимой части Вселенной. Что это означает? Что сегодняшние все супер-суперкомпьютеры, посмотрите, как высоко они поднялись, они стоят на пороге вот этой квантовой революции. Сегодня основные страны борются за доступ, за возможность создания квантового компьютера. Прочитал буквально месяц назад в одной из новостных сообщений то, что Америка очень активно блокирует сейчас доступ Китаю к технологиям, которые позволяют работать с изучением квантовых процессов. Америка блокирует, потому что опасается, что Китай раньше Америки получит доступ к этой технологии. Как помните, когда-то была подобная гонка за атомную бомбу. 300-400 кубитов смогут запрограммировать вообще всю информацию, содержащуюся в видимой части Вселенной. Ну, той самой Вселенной, диаметр которой 14,5 миллионов световых лет. Для понимания, 2 в 400-й степени – это примерно столько атомов. 2 в 400-й степени – это двоичные системы. Если перевести в нашу традиционную десятичную, это 10 в 120-й. 10 в 120-й степени. То есть квантовый компьютер может легко обработать количество информации, содержащейся в 10 в 120-й степени. Количество атомов во Вселенной – 10 в 80-й. На данный момент технология квантовых вычислений еще не доработана до теоретического соответствия. Но в этой области есть большие подвижки. И для того, кому удастся достичь искомого результата, уже придумано определение – квантовое превосходство. Для обладания подобной технологией, например, слово «пароль» станет совершенно бессмыслицей. Такая технология, такая мощность вычисления позволяет открывать любой пароль, вскрывать любую кодировку, любое шифрование. То есть любые вот эти криптографические изыскания, они будут не больше, чем тетрис-змейка, которая пытается убежать за границы экрана. И куда скрыться от этого всевидящего ока, если мы еще к тому же тотально связаны с интернетом? Во всемирную сеть вовлечены не только практически все компьютеры мира. Но сегодня это начинает происходить даже с холодильниками, с микроволновками. Прибавим к этому промышленные электроприборы, и у нас возникает идеальная среда для восстания машин под управлением искусственного интеллекта. Если у такового неожиданно возникнет самосознание. Я еще раз подчеркну, что вот это искусственный интеллект, который сегодня обыгрывает всех в шахматы, искусственный интеллект, который пишет сегодня дипломную работу студентам, он работает на традиционной электронной платформе. Когда этот интеллект будет положен на квантовую основу, на квантовый компьютер, то это будет колоссальный скачок, и результаты его для нас сегодня даже трудно осознать. Очевидно, что не будет существовать никакой кнопки для его отключения ввиду разветвленности интернета, выключить который быстро во всем мире мы банально просто не успеем. У нас не останется доступа к искусственному интеллекту, у него будет доступ ко всему, что проводит через себя электрический ток. И в определенном смысле интернет – это такая же среда для существования искусственного интеллекта, как планета Земля для существования биологической жизни. Искусственный интеллект вряд ли будет жизнеспособен без нее. И, кстати, вот вопрос, а кому принадлежит всемирная вычислительная сеть? Вы можете вбить в компьютер, в поисковик такой вопрос. Вот если, например, вбиваете имя вашего одноклассника, то вы получаете наверняка информацию о нем, если вы его даже не видели 20 лет. Но попробуйте сделать то же самое, забить вопрос в поисковик, кто является владельцем интернета. И обнаружите, что эта тема как будто табуирована. Максимум, что вы встретите, это повторяющийся тезис о том, что интернет – децентрализованная сеть и не принадлежит никому. На мой взгляд, такие разговоры должны прекращаться сразу, при возникновении вопроса. А как получить IP-адрес? IP-адрес – это цифровой идентификатор, по которому определяется любой компьютер, любой телефон, самостоятельный прибор в сети, тот же холодильник. Когда вам нужен номер телефона, вы покупаете его у телекоммуникационной компании. Ваш смартфон принадлежит вам, а номер принадлежит телекоммуникационной компании. То есть маршрут, по которому вы отправляете свои голосовые и другие сообщения, это не наша собственность, это собственность компании. Более того, мы даже платим за возможность пользоваться этим маршрутом. А ваш абонентский номер вообще-то не совсем ваш. Вот IP-адрес – это такой же номер телефона. Так вот, выдает его всего одна компания на земле. Она называется ICANN. Находится в Лос-Анджелесе, в США. Поэтому, если интернет не принадлежит никому, то почему IP-адреса предоставляются только в одном месте? И забирают, кстати, обратно их тоже в этом месте. Какое место отводится человеку в такой картине мира ее художниками? Мы упоминали притчу Господа нашего Иисуса Христа о смоковнице как идентификаторе времен. Примечательно, что образ этого растения и Джозеф Ликлайдер использовал в самом начале своего футуристического эссе в качестве аналогии к будущему симбиозу человека-компьютера. Он говорил о том, что смоковница опыляется насекомым бластофага, а насекомое, в свою очередь, паразитирует на завязях фигового дерева, получая из них питание. Кто будет играть роль паразита, а кто донора, он не уточняет. И, судя по всему, когнитивный трансгуманизм – это еще оптимистический сценарий, который не учитывает ситуации, если что-то пойдет не по плану. Что мы имеем в сухом остатке? Итак, главное отличие последних времен от всего, что было ранее – это то, что мир может быть уничтожен, потому что впервые в истории он технически может быть уничтожен. Геофизически, биологически и как-то еще. Тема биологических рисков потрясающе емко и качественно. О биологических рисках в период пандемии мы много говорили. Был замечательный доклад об этом на рождественских чтениях в Москве. Я ссылочку в телеграм-канале, к которому мы сегодня зашли, размещу. Мы говорим о биологических рисках. Добавить от себя совершенно нечего, поэтому я рекомендую ознакомиться с этой трансляцией. Мы верим, что Господь удержит свое творение от прямого уничтожения. Но третья угроза, угроза которой сегодня была посвящена речь, в отличие от первых двух, от атомной и биологической, связана с созидательной идеей, а не с разрушительной. Ведь лучший способ победить – это заменить, а не разрушить. Разрушенное можно восстановить, а замененное, но успешно работающее – уже никогда. Само стремление антихриста быть не просто против, а вместо Христа. И если рассматривать мировой историал с точки зрения Священного Писания, то для конца времен должна совершиться тайна беззакония, которая уже в действии по слову апостола. Не хватает реализации проекта «Вавилонская башня-2», причем успешного. И когда мы вспоминаем первую «Вавилонскую башню», то речь идет не просто о каком-то здании, речь идет о богоборчестве. Посредством богоборчества, посредством технического прогресса. Почитайте книгу «Бытия», там описано, как люди научились обжигать кирпичи, и с кирпичей строили вот это вот здание, которое Бог разрушил. Я напомню, что мы строим храмы живого Бога. Но, по слову апостола Павла, его храмами живого Бога являются также наши тела, которым, собственно, угрожает ядерное оружие снаружи и биоинжиниринг внутри. Господь наш Иисус Христос сказал, что «Не бойтесь убивающих тела, а души немогущих убить, а бойтесь тех, кто может и душу, и тело погубить в гиене». И в этом плане когнитивный трансгуманизм, искусственный интеллект, стремящийся стать новой формой жизни, тотальный интернет-контроль и даже банальное желание некоторых людей использовать все эти технологии для обретения власти над остальным человечеством, это, к сожалению, очень похоже на проблемы, о которых предупреждал нас Христос. Каким может быть духовный выбор в этой ситуации? В Евангелии сказано, восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Нам не нужно думать, что прелещение, о котором так серьезно предупреждает Господь, это что-то легко понятное, то, что мы прочитаем, раскусим на раз-два, и не вызывающее поэтому никаких сложностей в борьбе с собой. Ведь чем возможности современной техники невеликие чудеса? Мы привыкли к ним, и в этом заключается еще большая опасность, потому что эти привычные нам чудеса сделали нашу жизнь настолько удобной, что мы больше никогда не сможем от них отказаться. Если условный пульт управления данными опциями будет принадлежать какой-то узкой группе людей, то у остального человечества могут потребовать любую плату за использование. Вы понимаете, что речь идет не оплатив в виде денег, золота, ресурсов. Оплата может быть любой. Западный мир, условно мы так называем не сторону света, а вот сообщество богопротивников, проделает огромную и сложную работу. Лень и шапка закидательства – это не то, что сделает нас лучше, лучше их в глазах нашего Господа. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И под этими призывами стоит понимать в том числе научное, промышленное и всякое иное сопротивление. Ибо нравится кому-то или нет, но война – мера всех вещей, в том числе и собственной принадлежности к истине. Храм Христа Спасителя, быть может, не намного менее сложное сооружение, чем Вавилонская башня, но разница в смыслах огромна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова